Всем привет, с вами Андрей Чент, и вы на моём лайв-канале, и это новый выпуск касается каждого. И сегодня будет прям очень необычный выпуск под названием «Преданный ангел». Ребёнок, у которого какие-то проблемы со здоровьем. Многие писали, что чем посмотреть данный выпуск. Будем смотреть вместе с вами. Если ещё есть какие-то предложения, то, как всегда, пишите в комментариях. И, возможно, именно ваша рекомендация будет следующей. Ну что, давайте начинать. Как спасти жизнь ребёнку, когда его болезнь стала непосильной ношей для его самого родного человека? Из-за редкого генетического заболевания эта годовалая девочка не может сидеть и самостоятельно держать голову. Бабушка заботливо обкладывает Ангелину подушками. Значит, это мой крест. Значит, это Богу было угодно такое. Значит, мы в чём-то виноваты, перед ним провинились, что ребёнок такой родился. Гидроцефалия головного мозга и черепно-мозговая грыжа. Так звучит официальный диагноз, который поставили Ангелине при рождении. Врачи не давали ей шансов на жизнь. Но родители решили забрать малышку домой. Привезли её с роддома, и ей говорят, ну, никаких шансов, ничего нет. Она жить не будет. Как они назвали её? Бесперспективная. Уже через месяц после выписки из роддома мама девочки, 24-летняя Ольга Кириллич, не выдержала и сбежала, бросив дочь на мужа и свекровь. Родила больного ребёнка, месяц с ним помаялась и ушла. Наши журналисты разыскали маму маленькой Ангелины. Сегодня она придёт в студию «Касается каждого», чтобы впервые объяснить, почему оставила больную дочь и выяснить, есть ли надежда на то, что её ребёнок будет жить. Знаете, смотришь со стороны, такое чувство, как будто две головы, как не сиамские близнецы, а это грыжа такая, да? То есть по факту вот голова, если была бы обычна, а это охренеть. Но это жёстко. Очень жёстко. Итак, тема нашей программы «Преданный ангел». Окей. Я приглашаю в студию 56-летнюю Веру Милентьеву из посёлка Вилково в Одесской области. Это бабушка годовалой Ангелины, которая с тяжёлой болезнью осталась без внимания мамы почти сразу после рождения. Итак, Вера Анатольевна, мы вас ждём в студии. Здравствуйте. Я пришла к вам, чтобы вы мне помогли, чтобы вылечить мою внучку, чтобы она стала полноценным членом этого общества. Ей сейчас очень тяжело. Мы что могли сделали, но это большее, чтобы она смогла поднять эту голову и чтобы она смогла ходить на своих ножках. Извините, я волнуюсь. Вера Анатольевна, проходите, пожалуйста. Понятно, почему вы так волнуетесь, понятно, почему вы плачете. Присаживайтесь, пожалуйста. Речь идёт о вашей внучке. Да. Об Ангелине. У неё редкое генетическое заболевание. Да. Гидроцефалия. Гидроцефалия. Новорождённая с таким диагнозом очень редко выживает. Да, нам сразу сказали, что забирайте, сколько поживёт. Так и сказали. Так и сказали. А вы говорите, уже буквально крест поставили на ней? Да, они поставили на ней крест и сказали. Даже написали, бесперспективное. Они нам сказали, что говорит, давайте мы её усыпим. Чтобы и она не мучилась, и вы не мучились. Ну это что, собака, что ли? Усыпим, так и сказали? Да. Чтобы не мучился ребёнок. А я сказала, нет, говорю, ни в коем случае. Вот сколько поживёт? Столько поживёт. Мы постараемся ей все условия создать для того, чтобы она жила. Скажите, а сколько времени вы уже с Ангелиной и боретесь за её жизнь? Год и месяц. Хотя ей сказали три месяца. Ну самое большое, говорит, полгода она проживёт при самом хорошем уходе. Насколько мне известно, врачи и предлагали вам какое-то лечение. Сразу они Оле сказали, говорит, Оля это моя невестка, которая мама Ангелинги. Они прямо в роддоме сказали, мы можем поставить ей шунт, но от этого вам будет ни холодно, ни жарко. Всё равно у неё голова уже большая. Другим детям этот шунт помогает, потому что у них ещё головка маленькая, будет вода сходить, всё. А ей, говорит, это не поможет. Но, говорит, это вы только выкините деньги, говорит, это не поможет вам ничего. И мы её забрали домой и покрестили. Я так понимаю, что имя Ангелина вы выбрали тоже не случайно? Нет, не случайно. И по Ангел? Мы хотели, чтобы Ангел ей хоть немножко помог. Скажите, вот уже больше года вы буквально боретесь за её жизнь. Что самое сложное по уходу за ней? Тяжело и материально, конечно. Но тяжело и морально очень сильно её выносить на улицу, потому что у неё очень тяжёлая голова, большая. Я сама её... Прикиньте, её держать по голову. ...и не каждый возьмётся её перенести. Когда крестили её, крёстный... Еле выбрали крёстного. У нас такой замечательный крёстный. Мы его попросили, говорим, ты сможешь её взять, когда крести? А он, говорит, страшно, говорит. У неё голова, говорит, отпадёт. Ну, говорит, я постараюсь. И он всю дорогу, пока батюшка крестил, он держал её на руках. Я знаю, что Ангелина не может самостоятельно держать голову, и вы сейчас об этом говорите. И вот Вера Анатольевна показала нашим журналистам, какой способ она придумала, чтобы девочку было удобно кормить. Давайте посмотрим. Внимание. Ну, вот так вот, каждое утро я поднимаюсь и начинаю варить, кушать ей. Ангелина ест всё. Вот берём вот так вот две подушки. Это у нас большая очень, она неудобная. Подтаскиваем вот так, ложим вот так, чтобы у нас тело не проваливалось, да? Вот так вот. Голова провалилась, и совсем маленькая голова. У нас ничего нету, скажи. Мы самые здоровые люди на свете. Ничего у нас нету, ты скажи. Я смотрю на бабушку, она очень хорошая, типа. Она такая добрая, так вот отзывается. Видно, что не аватар какой-то там, не ханыга какая-то. То есть, ну, хорошая женщина, типа. Ничего, Настя, больше любит протёртые яблоки. Опа. Вот молодец, умница, хорошо скушала. Где наши зубы? Покажи бабушке зубы. Ой, бабушке. У нас их 16 штук. Как у акулы в два ряда. Покажи, какие у тебя зубы. Покажи, какие у тебя зубы. Добрые у бабушки глаза, я смотрю. Укажи бабушку за пальчик. Укажи. Укажи бабушку. Иди. Укажи бабушку за пальчик. Ой, как больно кусается. Жесть. Какой была ваша реакция, когда вы узнали, что она больна? Больна. Волосы стали дыбом. Я не ждала, что так будет. Сказали ей, когда обследование было, она ещё и скрывала от меня всё. То есть врачи на стадии беременности предупреждали. Она поздно встала на учёт и скрывала от меня, что она беременная. А потом, когда уже сделали, сказали, что у неё очень... Не сказали, что гидроцефалия, а сказали, что у неё большая голова. И, мол, надо... Она сама не сможет родить её на полном сроке. И надо, чтобы она... Кесарева делали в 7-месячной. Она 7-месячная у нас. И ваша невестка согласилась на это? Ну, она согласилась, потому что, говорит, голова большая, тяжело будет родить. Не пройдёт. Ну, у меня сын родился тоже с большой головой. Сам по себе. Он крупный был ребёнок. Я 4 килограмма его родила. Я говорю, ну, ничего страшного. Он просто... Ребёнок, говорю, папу. Сейчас мужик нормальный. Всё, голова, говорю, потом изменится. И так себя успокоила. Но когда она родила, и сказали, что ребёнок не жилец, и у неё голова сразу была большая и вытянутая. В роддоме так стали называть, марсианочка. А как врачи объясняли причины этого заболевания? Никто ничего не говорит. Никто ничего не... Я не знаю даже. Как все родные на это отреагировали? Ну, все тоже расстроились. Я долго плакала. Когда её сразу нам не отдавали, сказали, что она сама не может кушать, она... Её кормили катетером. Она уже пришла, я начала её приучать к бутылочке. Ну, все... И сказали, что вот она сколько поживёт, умрёт. Я каждый день почти что плакала, но сдерживалась. Что... Росишь, живёт ребёнок. И ждёшь каждый день, что он сегодня умрёт, сегодня умрёт, сегодня умрёт. А она... Не умирает. И мы думали уже, ну раз сказали, что ничего... Смысла нету делать никакой катетер ставить, ничего. Мы же не знали это. А потом я по телевизору увидала девочку одну, показали. И сказали где-то в Запорожье, что ей поставили катетер, и девочке уже два годика, и она бегает. Вот. Я говорю, давайте мы попробуем. Ну, у нас не было денег. И мы получили за неё 14 тысяч, собрали ещё свои деньги, всё, что было возможность, и рванули в больницу. А до этого получилось так, что она один раз проснулась утром, вот у неё была голова вот такая очень плотная-плотная, и каждый день по чуть-чуть набиралась. А тут она проснулась, и у неё голова стала как шарик, глупнула, и вот сдулся. А кости-то все были разсоединены, раздуты из-за черепа, из-за того, что вот вода была набрата. И он всё провалился внутрь. У него тут на голове, он видите, вот там. Скажите, вы верите, что Ангелине можно помочь? Да, я верю, что ей можно помочь. Почему сейчас вы ухаживаете за Ангелиной? Где её мама? Мама испугалась такого ребёнка. Ваша невестка испугалась? Да, она испугалась. Она месяц пробыла у нас с ней, когда с родома привезли её, она месяц просидела, люди пальцем начали показывать, вот какой ребёнок, как что, хоть они её там... И она просто испугалась. Сколько она уже не видела своего ребёнка? Ну, вот уже считай, что год. То есть она сбежала, и год не появлялась? Не появлялась. Кто вам помогает заботиться о вашей внучке? Так она взяла опеку, получается, на ребёнка? Я, Илюша, дедушка у нас. Ваш муж, дедушка. Илюша это кто? Илюша это... Ваш сын. Да. Отец Ангелина. То есть отец ребёнка. Помогает моя дочка, приезжает невестка с сыном. Ну, в общем, у нас соседи замечательные. Кто молока принесёт, на базар пошлём, кто что-то. Итак, дедушка Ангелина, Владимир Никитирович. Я вот смотрю, Владимир Никитирович. Не знаю, очень приятная женщина. Как вы думаете, почему ваша невестка сбежала? Испугалась. Испугалась трудностей, наверное. Вы её не вините, не осуждаете? Да Бог и жудья, Господи. Если честно, то да. Конечно, виню. Осуждать нет, а виню дать. Нормальная мать никогда не бросит ребёнка. Тем более такого больного. Вам тяжело? Конечно. Терпим. Но вот что для вас самое сложное? Тяжелее. Конечно, жалко смотреть, когда ребёнок так. Смотришь, ребятишечки маленькие в таком возрасте уже бегают, разговаривают, смеются, балуются. А она, видите, в таком положении, что не может даже голову держать. Да, бабушка Ангелины призналась, что купание внучке – это едва ли не самое сложное испытание, которое приходится проходить в уходе за ребёнком. И мыть голову нужно очень осторожно. Давайте посмотрим, как проходит купание Ангелины. Внимание. Вот так мы готовимся к купанию. Головка большая, в маленькой ванной её мыть неудобно. Нам надо очень много воды. Вот так. Чтобы ей было не жалко. Бабушка, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Поплыли, поплыли. Как хорошо-то. Ой, вот так вот. Вот так вот. Все, все, все. Все, ты уже. Ой, хорошая. Ангел мой. Ангел мой небесный. Ничего бы мы плакали. Смотри, как хорошо. Ой, нитка. Берет нитчик эту колоночку. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так вот промывает колонку. Головам он, видите, у нас как проваливается. Совсем мягкая. Здесь у нас, вон, как холодец. Поэтому надо все аккуратненько, тихонечко. И вот даже гребешком не можем почесать сильно, чтобы что-нибудь не содрать, да? Ты неси ее в зал, а я там в подушке. Я разберусь. Ой. Опася. Масечка, масечка. Все, 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 дедушка, быстренько. Как обычно. Все, 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 все. Все, все, все. Все, все, все. Вот. Сейчас, сейчас, бабушка. Обложь тебя подушечками. Помните ты, маль. Скажите, а ваш сын, он не испугался? Он не сломался? Папа Ангелины? Нет, он не сломался. Он за ней... У нас получается так, что на работу же тоже надо ходить? Он же не может сидеть в декретном отпуске. Он же мужик. Да, он должен работать. И получается так, что днем мы, и муж тоже ходит на работу, время от времени они мне вытащат ее или на улицу, или принесут мне с моей больной ногой. Тяжело саму ее переносить. Я иногда думаю, сейчас нога подвернется, как шлепнусь вместе с ней и убью детенка. А ночью, он каждую ночь с ней. То есть ему достается ночная смена, да? Да, ему ночная смена. Но я знаю, что когда выпадают выходные, он с удовольствием гуляет со своей дочерью. Давайте посмотрим, как папа Ангелины проводит с ней время. Внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Она улыбается, она узнает вас. Она умеет, она умеет ладушки играть. И когда начинает говорить ей, калинка, малинка, она начинает танцевать и ногами. Хоть они говорят, у нее, мол, мозгов нету. Мол, у нее врачи сказали, что, говорит, и... Ну как это, нет мозгов, если она реагирует? Начинает говорить, ой, кто такая красивая девочка, какая что-то. Она смеется, улыбается, начинает сказать. А так и говорили вам, вот буквально мозгов нету. Такие формулировки вы слышали от врачей? Ну да, ты же видишь, там одна вода. Итак, давайте сейчас поддержим папу Алины. 32-летний Илья Милентьев приехал к нам на программу и приехал к нам вместе со своей дочерью Ангелиной. Встречаем. Здравствуйте, Илья. Я понимаю, насколько важно для вас здесь быть в этой студии, потому что вы нуждаетесь в помощи, ваша дочь нуждается в помощи. Вы приехали к нам с Ангелиной, я вас попрошу, как только вы поймете, что ей здесь некомфортно, вы сможете ее отдать за кулисы, где она будет под присмотром. Все отлично. Вы вообще когда-либо выезжали куда-то далеко, за пределы города? Ну, раз 8 в Одессу с ней. Вы к врачам ездили? Да, да, да. Так что в итоге сказали вам врачи? Ну, что сказали, Ющак Игорь Александрович, что смог, то он и сделал. То есть уже одна операция была сделана? Две операции. Две операции. А видно, на голове там шрам. И как был результат этих операций? Ну, голова немножко, ну, то есть шунтирование хорошо прошло, головушка тут мягенькая, где этот... Мягенькая, нету такого, как раньше было, вены. Значит, голова чуть-чуть все-таки уменьшилась в размерах, а раньше была еще больше. Было 70 с копейками. Сейчас чуть уменьшилось. Я правильно понимаю, ваша жена сбежала? Да. Ну, не жена, сожительница. Вы не были официально расписаны? Нет. Она как-то объяснила свой поступок? Или, может быть, вы как-то объясняете это для себя, почему она так сказала? Ну, не знаю, я ее не обвиняю. Почему? Потому что я провел соцопрос. То есть более 70% людей... Более 70% людей уже бы отдали в детский дом или другие места. И то есть ее обвинять в этом нельзя, почему она еще просто молодая. Сколько ей лет? 24. Где она сейчас? Вилкой. То есть она где-то рядом? Дома, да. Просто дома и не приходит к своей дочери? Да ей, в принципе, даже и стыдно приходить. Она далеко живет от вас? С полкилометра. Только полкилометра где-то. Вы знаете, я, во-первых, хочу сказать, что я восхищена бабушкой, которая вот и плохо ходит. Я же вижу, насколько это сложно. Дедушка, то есть этими людьми я просто восхищена, что они ребенка не отдали, что они делают все возможное, чтобы хоть как-то облегчить жизнь этой маленькой девочки, этого ангела. По поводу мамы, ну я, конечно, в шоке. Но как можно так поступить? Я не могу понять этого. И все-таки мне бы хотелось вот спросить, а что? Я не хочу судить, мне просто очень жаль ребенка. Да, почему эту трубочку не вставили? Если бы вставили с самого начала, может быть, до такого бы не дошло. Такая патология ставится в 20 недель беременности. Когда ставится диагноз во время беременности, то есть все понимают, что будет такой ребенок с гидроцефалией врожденной. Соответственно, вызывается детский нейрохирург, консультирует детский нейрохирург и назначается лечение. Родилась чудесная девочка с врожденной гидроцефалией. Врачи говорят о том, что это не жилец. Ну, то есть я других не слышал каких-то диагнозов. Предложили. И говорят, едьте домой, смотрите, как ребенок умирает. И откровенно говоря, вот у меня просто, ну, и сейчас мы слышим, что спустя год назначается лечение, шунтирование, которое могли провести сразу. У нас есть не только Одесса, у нас есть Киев, у нас есть институт нейрохирургии, у нас есть Ахмадед, то есть есть более такие специализированные центры. То есть могли бы хотя бы, если вы не понимаете, вы чего-то не знаете, вы направляете в специализированные центры на консультацию. Я хотел бы сказать два слова по поводу мамы. Я не хочу ее оправдывать, но давайте мы с вами представим ситуацию. 24 года, врачи говорят, что это не жилец. Врачи сами разводят руки. То есть люди, которые должны были бы помочь, они говорят о том, что мы не можем помочь. И найдите вам вашего ребенка. То есть я повторюсь еще раз, я не хочу ее защитить. Но просто это паника, это страх и это непонимание, что будет дальше. А скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос к папе. А почему так произошло, что ваша супруга, мама Ангелины, стала на учет так поздно, обратилась к врачам поздно? Просто шалопутная. Но это не ответ. Женщина, которую вы любили, во всяком случае, это женщина, от которой у вас ребенок. Поэтому слово шалопутная, но точно, наверное, хороший ответ. Это гулящая? И что такое шалопутная? Врачи сказали, она что на пятом месяце проверилась. Врачи сказали, что головушка большая. Вы в женской консультации делали ультразвуковое исследование? Да, но на пятом месяце, уже когда было поздно делать этот аборт. Диагноз был поставлен гидроцефалия врожденная? Нет. Просто сказали, что большая голова. Большая голова. Да большая голова, это не диагноз. Ну, у нас, дело в том, что у нас... А у нас это где? Скажите, пожалуйста. Вилково. Город Вилково. Это далеко от Одессы? У-у-у! 250 километров. Вот и ответ. У нас в студии крестный папа Ангелины Ярослав Муту. Понятно. Здравствуйте, Ярослав. Мама. Ну, это история о том, что далеко от города, можно сказать, практически село. Ну, ладно, это не село, это город, но, типа, далеко от каких-то больших мегаполисов. Там врачи, там, ну, голова большая. А что за болезнь? Да хрен его знает. Наверное, не выживет. Ну, наверное, да, если бы это был какой-то большой город, либо город, либо Одесса, либо тот же Киев. Может быть, реально могли бы как-то помочь. Ну, лучше бы ребенок выглядел и так далее. Блин, ну она стала на учет, ни хрена себе, на пятый, пятый, шестой месяц. Хрена себе. Мама. Ангелины, ее поступок вы как объясняете? У вас есть вообще какой-то обид? Ну, я считаю, что мать не должна бросать ребенка своего. Но она, в принципе, какую-то ласку, какое-то внимание проявляла. Вы видели? Я не видел. Я знаю, что мы вот уехали с ним в Одессу работать. И так она и ушла. После того, как мы приехали, уже ее не было. Папа ухаживает сам за ней. Она видит по улицам, что он ходит, гуляет. Она даже не подходит до нее. Такое. Так, и в нашей студии супруга Крестного Елизавета Вдовиченко. Лиза, вы как женщина, может быть, все-таки вы по-другому относитесь к тому, что сделала Ольга, мама Ангелины? Конечно, я как женщина не уважаю ее поступок. Она должна была, как мать, всеми путями карабкаться. И даже если врачи отказываются делать что-то, но она, как мама, уход должен был за ней, за девочек. Так вот она делала что-то? Нет, она ничего не делала. Она не приходила. Я понимаю, если ты боишься, если, например, ты боишься в семью эту прийти, да, боишься, хотя бы постучи, оставь что-то для ребенка. Памперсы. Но я знаю, что она собирала деньги, вроде бы. Где-то она услышала, что ребенок умер. И она собирала деньги на похороны. Деньги на похороны своего живого ребенка? Да, да, да. Ходила как бы в черном платке и собирала деньги. Она не участвует в жизни ребенка никак. А скажите, пожалуйста, мама Ангелина, она вообще нормальный человек? Но у нее нету каких-то психических отклонений? Нет, она нормальная, как мы все с вами. Она нормально, адекватный человек. Она сейчас занимается своей личной жизнью, и все. Она детдомовская сама. У нее нету родителей. И она привыкла на всем быть готовым. Не приученная ни к чему. На студии представитель соцслужбы Нина Гладкова. Ну не знаю, я бы не сказал, что детдомовские привыкли жить на всем готовом. Ну у меня никогда такой мысли не было. Знаете, так сказать, она детдомовская, поэтому она на всем готовом. Так как по мне детдом такая еще школа выживания. И там, как бы сказать, живешь на всем готовом, как-то язык не повернется. Знаете, там в богатой семье какой-то там олигархов. Там еще как-то, я поверю, знаете, там жить на всем готовом. А вот детдомовский ребенок, ну такое. Это еще та школа выживания. Ну кто, если вырос в детдоме, наверное, точно согласится. Ну его нахрен такое все готовое. Здравствуйте. Нина Алексеевна, вы что можете сказать о маме Ольге? Может быть, она раньше попадала в поле зрения ваших работников? Да. Я, например, стану на ее защиту. Эту семью я с 2008 года знаю, как только пришла на эту работу. Семья была сложная. Отец выпивал. Отец Ольги, да? Отец Ольги, он был агрессивный очень и избивал маму. Может быть, даже из-за этих побоев мама умерла. В семье именно вот Кириллич, у них трое детей. У них всех судьба сложная. Они попали в интернаты, они воспитывались... Вы говорите о братиках и сестрах Оли. Так, да. Значит, то, как себя повела Ольга, мама Ангелины, вы все-таки считаете, причины этого были заложены вот в ее детстве, да? Конечно, конечно. Она сама в детстве не знала ни любви, ни мамы, ни папы, ни заботы. Раслана в интернате. Ну, хорошо, но она попала в семью, где так заботится сейчас об Ангелине. Все равно детство очень сильно влияет. В этом отношении, конечно, очень повезло. Очень хорошая свекровь, очень хороший свекор. С этой семьей мы работали, и с девочкой этой мы работали. Но я считаю, что заставить любить, это невозможно. Да. Сама мама должна к этому прийти и это осознать. Я абсолютно согласна. Заставить, конечно же, нельзя такую маму. Психолог. Не знаю, стоит ли ее заставлять. Будет ли ребенку, маленькой Ангелине, лучше от того, что рядом с ней будет находиться мама, которая ее абсолютно не принимает. Не хочу осуждать маму девочки. Я хочу просто выразить слова восхищения, благодарности и бабушке, и папе. Бабушка, несмотря на то, что действительно так тяжело, с замечательным чувством юмора. И я хочу сказать, не ждите смерти, а радуйтесь каждому дню этого ребеночка. И я прошу просто, если сейчас видят те люди, те службы, которые могут помочь материально, чтобы они действительно помогли такому ребенку. Я хотел бы просто добавить, я бы, ну, вот сказали, что любить, заставить невозможно, да, человека. Ну, в принципе, это понятно. Но по большому счету, ну, можно купить две упаковки памперсов, просто передать через... Да, да, передать через балкон, перекинься, и все, постучи. Ну, или через крестных, абсолютно через любого человека. Передай туда, она вместо этого собирает на похорон. Вы знаете, мы рассуждаем с точки зрения, да, ну, относительно благополучных людей. Я бы хотел, чтобы мы сейчас не гадали, а послушали... Что, что она придет? ...комментарий мамы Ангелины. Нам удалось, нашим редакторам все-таки удалось ее найти, и мы с ней поговорили о ее душе. Да что там ее искать? Там сказали, 500 метров она живет от дома, где живет ребенок. Думаю, там особо искать не требовалось. Почери. Давайте послушаем. Внимание. Меня кислили. Вытащили дочку Ангелину. Мне сказали, смотри, какой у тебя ребенок. Я говорю, я им сказала, я говорю, я ее хочу поддержать. Я когда захожу в родзал, смотрю на ее и плачу, а она лежит. Как бы я скучаю за ней. Хотелось бы всегда быть с ней рядом. Я ее очень сильно люблю. Ну, брешет, я тоже вижу. Никогда. Не буду переставать. Врет. Врет. Потому что это моя дочка. Ну, и всегда буду рядом с ней. Я согласен. Видно, прям, так лукавится, трындец. Что вас рассмешило, да? Врет, как дышит. Да. Он же ее притащил через... Вот, она убежала. Тоже не верю. Получилось так, что Илюша уехал на заработки в Одессу. Ну, вот, проходит неделя. А я говорю, Оля... Не неделя, на следующий день. Нет. Мы день там побыли, нас кинули в Одессе. Вот. Там было Кидалово. Он, говорю, Оля, ты согласна, что Илюша поедет на работки? Да, пусть едет, пусть на заработки. Я говорю, а мы с тобой вместе, я говорю, будем потихонечку. Ну, она посидела буквально с полдня и удрала из дома. Вот. Нема, 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 нема. Сутки нема, вторые нема. Я тому звоню, говорю, Илюш, я не знаю, что делать. Я говорю, что, с таким малюсеньким ребенком я что, одна буду? Я говорю, разбирайся со своей женой сам. Он бросает работу, приезжает за ней. Ну, поговорили там, поругались. Он... Она... Я не пойду. Я не пойду, я не пойду, мне стыдно. Она стыдится своей дочери, да? Мне стыдно передо мной, что мне... А, класс. Ну, он ее притащил, она немножко побыла и опять убежала. Она как кошка, которая, знаете, котятам притащит, чтобы сиську дали, вот так. Пока держишь, она кормит. Как чуть отпустила, она сбежала. Илья, как вы считаете, может быть, действительно пройдет какое-то время, и мама Ангелины, вот шок у нее пройдет, и она что-то осознает, вернется, захочет вернуться, захочет... Ну, мне все равно, я... Может быть, захочет даже забрать ребенка. А, нет, запрашиваю, не захочет. Не готовы ее принять? То есть для вас это уже отрезанный лом? А почему так? Он не дал шанс. Это связано с поступком или это связано с тем, что не было и до этого чувств? Нет, были все нормально. Я ей, во-первых, неоднократно давал шанс. И до ребенка еще мы ругались, а этот... Да ругаются все, это нормально. Лишь бы... Дал ей шанс, после того, она... Ой-ой, прости маму дуру, прости маму дуру. Когда мы с одессой приехали, домой все-таки она пришла, прости маму дуру, прости маму дуру. Она день-два посидела и опять же смылась. Скажите, ну а вдруг, а вдруг вот в ней проснется вот ее материнство? Она захочет забрать ребенка, допустим. Не заберет она ребенка раз. Во-первых, ребенок на моей фамилии. А во-вторых, и забрать она, куда она ее заберет? Ну куда она ее заберет? Да я тоже думаю, она не заберет. Пускай приходит, посмотрел на ребенка, да. Может, побаловалась. А так, я ее не дам. Мама маленькой Ангелины приехала на этот эфир. Она не видела свою дочь уже больше года. Как она объяснит свой побег и что скажет, когда увидит малышку в нашей студии? Я вообще не убегала. Давайте выслушаем 24-летнюю Ольгу Кириллич. Найдет ли она слова для своей дочери в нашей студии? Что скажут вообще? Меня не выгоняли. Здравствуйте. Точнее. Здравствуйте, Оля. А вон она хоть сможет. Дай. Да, ты сможешь, подожди, стой. Сразу дай. Дай. Возьми начало так, дай. Она даже не знает, как брать ее. Нахана-то показуха. Все, 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 все. Ты ухом. Тихо. Ей же никто не запрещал, чтобы она приходила и смотрела за ребенком. Все. Все. Ну, такая больная, может, забежала сразу, дай. Видела год и месяц назад. Но это, по сути, сразу... Дай, дай, блядь. Позже, дать, а ты тоже показывает человека, типа. Ты его нахрен год, ты уже месяц назад не видела, ты живешь в 500 метрах от дома. Нахрена вот эта вот гребаная показуха, вот эта взошла сразу, не чтоб сесть, там, не знаю, там, погладить по ручке. Ребенок сказал, дай. Плать, ребенок в эстерике, я слышу, что-то думал, какая-то чужая баба непонятная. Ну, вот это все и показало. После рождения? Год и месяц. Она же ты год, год назад я ее видела. Вы считаете это нормально? Нет. Почему вы так поступили? Ну, скажи честно, разве я тебе запрещала? Запрещала приходить? Нет. Нет. Оля, здесь, здесь не суд. Здесь просто собрались люди, которым не безразлична судьба Ангелины. Оля, почему вы ушли? Фраза такая, здесь не суд. Ну, не суд. Надеюсь, вы поняли мой черный юмор, типа. Кто понял, тот понял. Почему вы не приходили? Ну, история жесткая. Мы как бы с Илюшей виделись очень много раз. И мы, я просила его, как бы, чтобы он не сказал. Он мне так сказал. Я буду выходить. Я говорю, давай ты мне как-то будешь вывозить Ангелину. У него на лице такое безразличие. Он мне сказал. Он говорит, я буду вывозить. И буду тебе звонить, чтобы ты хотя бы ее увидела. Но я так, я его слова так и не дождалась. А сами прийти? Ну, он мне сказал, он говорит, тебя даже к порогу не пустят. Вообще нормальный человек, потому что ваш поступок, он, к сожалению, ну, не совсем, или мягко говоря, совсем ненормальный. Вы утром встаете и думаете об Ангелине? Да, у меня есть фотографии. Мы говорим не о фотографии, а о том, что у вас есть ребенок, у вас есть дочка. Которая живет в 5-100 метрах. Мы хотим услышать от вас, почему вы бросили ее? Как бы я ее не бросала. А как бы что вы сделали? Вы просто как бы год не видели свою Ангелину. Дмитрий Яремчук, пожалуйста. А что вы рик пробили? Ну, дитину вы не бачили. Чем вы занимались? Как вы жили? С братом и с дядей в квартире. Ну, занимались. Вы где-то працювали. Вы что-то... А вы планируете еще детей иметь в своем жизни? Естественно. Оль, вы хотите иметь еще детей? Плануете? Как вы свое житие бачите дальше? Живем, увидим. Это ваша дитина. И вы должны дать ей свое тепло материнское. Какая у вас дитина? Потому что вы должны эту точку срушить. Если вы хотите далее детей иметь, чтобы как-то себя вывести в чистую воду. Понимаете? Оля, скажите, вот, кстати, это ваша первая беременность? Да. Вы думали, каковы причины могут быть этого заболевания? Сказали, что у меня очень сильно много патологий. Я как бы родилась с пороком сердца. А почему вы так поздно обратились в женскую консультацию? Почему вы раньше не стали на учет? А зачем? Как бы я в основном, я не то, что там, я просто не знала, как... Это шикарный комментарий. Просто я хочу его еще раз повторить. А почему вы не стали раньше на консультацию? Я это... Как бы я в основном, я не то, что там, я просто не знала, как бы... Это прям, ну, звездец какой-то. Я обожаю такие комментарии, знаете, когда вот... Как бы я в основном, я не то, что там, я просто не знала, как бы, что я там, ну, как бы, не тошнила, ничего такого плохого не было. Ну, а потом уже... То есть вы не знали, что вы беременны? Да. Ой, бля... Ну, а потом уже чувствую, что у меня начинает, как бы... Расти живот. Плохо начинает... Голова кружится. Это уже было... Месячных, как бы, что-то странно, полгода не тут. А не, я что-то... Раньше шли, как бы, а тут нет... Я даже и не подумала, как бы, что это беременность. Может, она еще что-то делала для того, чтобы эта беременность оборвалась? И ни хрена у нее не получалось? Может быть такое? Ну, предположить, не утверждать, а предположить, что она думала, о, я беременна, а я сейчас попробую сделать выкидыш, еще какую-то хрень. И, возможно, в этих всяких таких вот моментах она как-то плоду навредила, а ни хрена выкидыш не получился, и она уже такая на пято-шестом месяце пошла к беременности, а там врачи такие, ёбля, а тут что-то с ребенком, и она такая... Ну, мне кажется, такая мысль может иметь право на существование. Какой месяц беременность? Пятый. Давайте послушаем, что рассказала Оля нашим журналистам перед программой. Илья бил ужасно. С этой стороны была у меня губа порванная насквозь. Была бровяра к сёх шею. Бывало так, что несколько раз попадал по животу. Была мысля такая, покончить самоубийство. Лезвие резала, нервы успокаивала. Проходила вот так вот. Ну, я не до конца, Илья. Доставал, что... Может, и правда, но я уже не доверяю ей. Не знаю, не доверяю я ей. Илья, я обратил внимание на удивленное ваше лицо. Вы не били Олю по животу? По животу нет. По морде иногда да. Было. Ну, то есть, где-то какая-то правда была. По животу нет. По морде да. Ну да, тоже, конечно, молодец. Почему? Потому что она когтями лезет, царапаться. Когтями, бутылками кидается, ножами швыряется. И в итоге получается так, что... Сама оборона, да. Это было до беременности. Это до беременности? Ну да. И когда беременная тоже была. Так что не надо. Я тебе беременную хоть раз... Да, да ты что? Я хочу сказать, что вот в моих руках копия документа, который нам предоставил заведующий отделением нейрохирургии областной клинической больницы города Одессы Игорь Ющак. И именно он, этот врач, сразу после рождения прооперировал Ангелину. Значит, ребенок находился в отделении нейрохирургии. Ухаживающий отец ребенка постоянно нарушал режим отделения, длительно отсутствовал в отделении, не выполнял инструкции медперсонала, агрессивно вел себя. У отца ребенка развился приступ немотивированной агрессии с исходом в тонические судороги и рвоту. Отец ребенка от госпитализации в областную больницу отказался, вызван наряд полиции. Отец Ангелины категорически отказался от лечения ребенка и забрал его домой в присутствии сотрудников полиции, о чем составлена запись в истории болезни. Я спотыкнулся, ударился головой в батарею. Ударился. То, что уже проснулся я, проснулся я весь в крови. Ну и у меня получилось, походу от этого у меня получилась рвота. Вызвали полицию. Вызвали полицию. Вызвали полицию, пообщался, полиция уехала. Я не уходил никуда с полиции. Полиция уехала. Потом через два дня, через два дня, просто-напросто я психанул и уехал, потому что там уже ее кололи. Кололи бог его знает чем. Почему вы отказались от лечения вашего ребенка? Если прописали лечение. Шунтирование сделали, пластину поставили, уколы прокололи. А у нее от этих уколов, у нее от этих уколов, стул, ну то есть кал, резиновый, как будто как жвачку пожевал, долго и нудно, такая вот, а что стянутый. Я говорю, это нормально, а он такой, вот. Ну типа, знаете, как говорится, когда рак лечат. Побочный эффект, у тебя волосы мягко ря выпадают. Типа вот, знаете, он тоже сам говорит, ну вы знаете, ее лечили, а у нее какашка резиновая. Ну, потому что лечение идет. То есть может быть побочный эффект. Не-не, тогда не надо мне так лечить. Вообще какая-то хрень, если честно, что-то он такое втирает прямо. Перепушенный. Этих лекарств мы ему не будем, не будем ей давать. Конечно же, следовало вам обратиться в другие клиники и к другим специалистам. Мы об этом говорили. А куда, мы же не знаем, мы же тыкаемся, как слепые котята. Вам будет интересно наверняка сейчас пообщаться со следующим человеком. К нам на программу приехала мама девочки, которой, как и Ангелине, сразу после рождения поставили диагноз гидроцефалия. И так Неля Литвинова из Черкасской области. И сейчас покажем, как у нее ребенок. Доброго дня. Здравствуйте, Неля. Вера Анатольевна, я вас дуже сильно прошу, не опускайте руки, ликуйтеся. Благодаря тому, что я не опускала руки, верила в то, что моя дитина, как говорят, поправится и все будет добре, мы добились, как бы, великих результатов. Как бы, гидроцефалия – это не приговор. Неля, вот расскажите об этом. На четвертые сутки у нас случился крововилив. Как бы, это, ну, как бы, инсульт, можно так, ну, как бы, объяснить. Инсульт, у нее запала грудная клетина, как бы, были проблемы с дыханием. Пять лет ребенка. Визвали швидкую медичную допомогу. Вони приехали, але відновились ее забирать. Сказали, хай она помирает тут. Отже, с того часа минуло скольких лет? Четыре с половиной. Я знаю, что за этот час вашей дочке была сделана велика кількість операций. Да, сорок пять операций. Сорок пять операций? Сорок пять операций, да. Яких результатов удалось зараз досягти? Ну, у нас, как бы, были дуже великі результати. Вона топала ножками, сиділа, как бы, ну, говорила. Наразі ми бачимо ось таку вашу Карінку. А скажіть, будь ласка, ось ми смотримо на вас, ми смотримо на вас і, открінно кажучи, у мене таке не создається впечатлення, що ви дуже багатая жінчина. При этом сорок четыре операции. У многих людей пускаються руки, потому що вони считають, що наша медицина коррумпированная, наша медицина платная і нужно очень много денег. Где вы брали деньги? Ну, нам допомогали благодійні фонди. Нам допоміг телеканал «Интер» назбирати на нашій шумі. Ну, вот, вот и ответ. Я знаю, що ви до нас приїхали з вашою дочкою, і Карінка зараз бабусю там зала штунками. Можна її запросити до нас? Да, да, звісно. Давайте познайомимося з Каріною. Наталя Яківна, бабуся, прийшла до нас з Карінкою. Ну, видно, що, да, проблема з здоровьем є. Да. Сюда. Отако. Скажіть, отже, вы якими наразі успіхами можете похвалитися? У нас були великі успіхи, але настояв шунт, і, виходить, він забився. Не було того шунта, якого нам завжди ставили. І сім місяців ми боролися за те, у нас інфекція попала з животика в голову. І сім місяців ми боролися за її життя. Ну, це було дуже страшно. І за те, що дитину мені вернули, вона сиділа, вона говорила, а вернули вже з реанімації після операції. Вона просто лежала і тільки гласками водила. І все. Ви молодці, тому що ви бачите приклад цієї родини, коли мама пішла. А вони нехай боряться, нехай боряться. І так, к нам в студію приїхав детський нейрохірург в высшій категорії Київського городського центра детської нейрохірургії Ольга Гайдаренко. Зараз постараємся узнать, можна ли якось допомогти Ангеліні. І так, Ольга Александровна, ми вас дуже чекаємо. Здравствуйте. Так, восхищаюсь вами. Ви молодці. Вашому ребенку можна помочь. Саме головне – не упустити час. Хорошо? Ми готові взяться за це. Час. Нужно дуже тщательне дообслідовання ребенка. Тобто проведення обслідований, проверка, об'язательно роботи шунтируючої системи, для того, щоб ми убедилися, що она достатньо функціонірує при необхідності. Либо ставиться ще одна система, либо ставиться заміна клапана. Ви доверите вашу внучку столичному спеціаліючу? Конечно. Ольга Александровна, я правильно понимаю, що зразу, даже после цього ефіра, Ангеліна може відправитися в столичний центр нейрохірургії, де будуть проведені обслідовання. Ви готові? Здорово. Але, Оля, ви розумієте, о чому речі йде? Да. Ви розумієте, що зараз необхідно вашій дочери? Да. Що? Обслідовування. Оля, що доджуло произойти, щоб ви стали інтересовуватися жизнью вашій дочери? Дайте себе шанс стати нормальним человеком. Вам буде легче, тому що ви найдете саму себе. І... Пока ви думаєте і не знаходите такі прості і такі важні слова для вашої дочери, я хочу, щоб ви зараз посмотріли, хто о неї заботиться. Позумієте, бабушці. Ось так, ну, гимнастику дякую. Так, раз, два, три, тетели. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Просто у нього на лице ноль емоций. Ваші ноги, кривоногі, нічого не топают. Бабушка, молодец, бабушка, молодец. Ми всі желаємо ангелині скорейшого роздоровлення. І, звісно, ми всі будемо следити за судьбою этой маленькой девочці. Но важна понимати, що жизнь ребінка – це невероятно хрупка вещь. Особенно жизнь этого маленького ангела. Посмотрите просто на лицо мамаши. Ну просто, на нього просто только посмотреть. Что я здесь делаю? Кто все эти люди? Просто, no comment. Возникло желание помочь Ангелине финансово. Заходите на странички нашей программы в социальных сетях. Там вы сможете найти реквизиты банковского счета и контакты ее бабушки. Помогать детям – это важно. Это касается каждого. Расскажите свою историю нашим редакторам. Сейчас на экране. Ну, так вот выпуск. Ну, прям необычный, необычный. С радостью прочитаю ваши комментарии. Проверьте подписку на канал. И увидимся в новых выпусках. Если есть какие-то рекомендации, пишите. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова